Вы смотрите программу «Губерния» и вот о чем расскажем. Все вы столкнулись, все без исключения, с определенными вызовами и с ними достойно справились. Бизнесменам к сложностям не привыкать. Инвестиции растут, производство модернизирует. Выручка на всех торговых площадках более 40 миллиардов. Срок годности вышел. Более 170 игровых элементов в 120 дворах Иванова снесли или должны снести. А новый кто нам установит? Администрация установит? Что нужно сделать, чтобы оборудование заменили? Газификация Глазовой горы в Юревце перевернула быт местных жителей. Зимой отдыхаем, дрова не носим, не утруждаемся, все очень хорошо, тепло. Когда газ начнет поступать в остальные районы города на Волге, расскажем в выпуске. Школьников погружают в цифровую реальность, рассказывают и показывают, как работает искусственный интеллект и нейросети. В Иванове уже стартовал прием заявок в программу местной инициативы на будущий год. Сколько объектов привели в порядок за текущий сезон? А также не пропустите смертельное столкновение на трассе под Юревцем. Почему водитель выехал на встречную полосу, выясняет полиция. Загадочное похищение. В Иванове неизвестно испилил рекламные штендеры. Прокатиться и не разбиться. Статистика травмированных на городских тротуарах и где в Иванове зальют официальные катки. Об этом и не только совсем скоро. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марчева. Здравствуйте. Год был непростой, но интересный. Глава региона встретился с членами общественной организации «Деловая Россия». Отметил, что ивановский бизнес с мировыми вызовами справился. Наростили инвестиционные проекты. Я сейчас эту цифру назову. У нас по данным Росстата за 9 месяцев прирост инвестиций в основной капитал составил 24,7%. В квартире на четверть в Ивановской области приросли инвестиции в основной капитал. Инвестиции в производство увеличились на четверть. Ивановский бизнес адаптировался к реалиям. За 11 месяцев выручка на всех торговых онлайн-площадках превысила 40 миллиардов. Члены общественной организации «Деловая Россия» встретили с губернатором области Станиславом Воскресенским на площадке фирмы «Спанлаб». Репортаж Ирины Афониной. Отечественной экономики, в том числе и региональной, к потрясениям не привыкать. В нынешних условиях бизнес должен не просто выжить, но и нарастить показатели. Добавим, несмотря на то, что работа в условиях санкций не в новинку, этот год показался предпринимателям самым сложным. Нас сложно пинить или заподозрить в нерешительности. Мы всегда инвестировали как-то довольно спокойно, довольно активно. И никакие кризисы нам были ни по чем. Глава региона подтвердил с вызовами. Ивановский бизнес справился. Наши предприятия, о чем это говорит, быстрее остальных смогли перестроиться, найти новые каналы сбыта, новые каналы заработка. Это достойно уважения. Фонд развития промышленности утвердил практически все заявки ивановцев. На областном уровне поддержали льготными кредитами. Отсрочили страховые платежи, выплату налогов на имущество ряду предприятий. Нарастили инвестиционные проекты. По данным Росстата за 9 месяцев текущего года, прирост инвестиций в основной капитал увеличился почти на 25%. Наши компании, прежде всего из легкой промышленности, наверное, быстрее всех в стране адаптировались к новым технологическим реалиям, к торговле онлайн, прежде всего. И вот последние свежие цифры, я их сейчас тоже назову, за 11 месяцев на различных площадках онлайн предприятий из Ивановской области выручка их составила свыше 40 миллиардов рублей. 40 миллиардов. Кто бы мог подумать еще об этом 3 года назад. По этому показателю регион занимает третье место в стране после Москвы и Московской области. Встреча предпринимателей проходила на площадке фирмы «Спанлаб». Основана была в 2014 году. Напомним, это был год первых санкций. Предприятие специализируется на выпуске нетканых материалов широкого назначения. Нетканные материалы производят по технологии «Спанбонд». Используются в строительстве, в медицине, в сельском хозяйстве. Буквально года два назад фирма в условиях пандемии нарастила выпуск продукции для изготовления медицинских изделий. Наша компания является одним из ведущих производителей нетканого полотна в Центральном федеральном округе. С производительностью более 10 тысяч тонн с полотна в год. В прошлом году модернизировали сразу две линии. Повысили производительность труда и качество продукции. Объем продаж у нас увеличился, наверное, 20-25%. Приобрели новых клиентов. Главе региону участники встречи задали вопрос. Что дальше? Будут ли поддерживать и федеральное, и региональное правительство экономику? Станислав Воскресенский призвал не волноваться. Настрой у всех вполне решительный. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Кенишемский завод «Поликор» увеличивает объемы выпускаемой продукции. Эти изделия требуются предприятиям, работающим по гособоронзаказу. «Поликор» – одно из старейших предприятий страны по производству огнеупорных изделий и материалов. Специализация завода – это выпуск подложки, которая применяется в радиотехнике. Часть продукции уникальна и больше нигде в России не производится. Губернатор в ходе своего визита в Кенишем обсудил с руководством «Поликора» ближайшие планы. Здесь уже увеличили производственные мощности за счет оборудования нового участка механической обработки. Продолжается строительство еще одного. Завод набирает еще сотрудников, проводит их обучение. По итогам года в развитие здесь инвестировали более 150 миллионов рублей. 100% продукции, которая изготавливается на «Поликоре», идет на предприятие оборонно-промышленного комплекса. По словам директора Бориса Морозова, завод намерен выполнить задачу президента и увеличить в следующем году в полтора раза производство по гособоронзаказу. В чем сила, брат? Ответ на этот вопрос теперь знают шуйские сицы. Предприятие выпустило ткань с уникальным принтом на тему фильма «Брат». Над необычным проектом компания работала вместе с художницей по костюмам Надеждой Васильевой, вдовой кинорежиссера Алексея Балабанова. Это комплект для одиночки, странника, который шагает по миру, ночует где придется, спит на земле, в подвале, накрывается Данилой, пишет в своем телеграм-канале художница. Над проектом Васильева работала вместе со своими друзьями. Крой сняла Рита Малыгина, принт разработала Светлана Герасимова. Шуйские сицы выбраны не случайно. Художница давно с ними знакома и не раз использовала шуйские материалы для создания костюмов. Эта ткань пойдет на постельное белье и пижамы. Их выпустят ограниченным тиражом, будут продавать на выставке про Балабанова «Все в кабеле» к Новому году. В этом году в Иванове уже завершилась программа «Местные инициативы». По ней жители разных районов города могли выбрать участок для облагораживания. Например, в Суховке решили построить детскую площадку. Сколько всего объектов привели в порядок и какие планы у властей на будущий год, об этом наш репортаж. Старая площадка, на которую без страха не взглянешь. Так жители Суховки отзываются о том, что было во дворе до ремонта. Спортивные элементы просто устарели, а поставить новое – дело затратное. Тогда и пришла идея поучаствовать в программе «Местные инициативы». Придумали проект, выставили родной двор на голосование. «Очень много людей принимали участие в голосовании. То есть мы голосовали за эту площадку для того, чтобы выиграть. Вот у нас получилось. 25-й дом, 21-й дом голосовали, потому что не хватало нам этого спортивного комплекса здесь. Поэтому мы очень счастливы и довольны, что у нас это получилось». Победа принесла чуть более 2 миллионов рублей. Большая часть – это региональные средства. Все остальное – городской бюджет, деньги по наказам избирателей. И сами жители микрорайона вложились. Новая воркаут-зона, 8 тренажеров и ремонт уже имеющейся коробки. В летний сезон там играют в баскетбол. Сейчас заливают каток. «Конечно, мы довольны. Разные возрасты. Три года мальчику, малышу. И, конечно, хотелось бы каких-то качелек еще, потому что их убрали. Не хватает. И в то же время старшие уже хотят на каток. Уже просятся». Местные инициативы в регионе стартовали еще в 2020 году. За все время удалось сделать 52 проекта. Спортплощадки, парки, скверы, дороги и тротуары. В этом году строительный сезон закрыт. Однако заявки власти принимают уже на будущий год. «Мы видим, что интерес у жителей города самый большой к этой программе. В настоящее время находимся на площадке, где в этом году удалось сделать коробку. Сейчас как раз заливаем уже каток, чтобы его можно было использовать. И этой зимой сделали воркаут-зону. Но, конечно, тут у людей дальше планы». Глава города отметил, что работа с новой площадкой продолжится. В планах положить здесь резиновое покрытие. При этом выставлять победивший участок на голосование можно повторно. Поэтому жители микрорайона уже строят планы на будущий год. Денис Воробьев, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Пока в суховке лед на залитой коробке еще только крепнее. Сезон катков у ивановцев стартовал пару недель назад. Каждый день жертвами гололеда становятся десятки человек. Это подтверждает статистика в травмпункте 7-й горбольницы. Если раньше норма – это 40-50 пациентов в день, то с начала гололеда число выросло до 70. Треть из них с уличными травмами. Немало пожилых людей. Песок на тротуарах не панацеем, поэтому врачи рекомендуют придерживаться элементарных правил в условиях гололеда. Для того, чтобы себя как-то максимально постараться обезопасить, ну, нужно, естественно, подбирать удобную, комфортную обувь с хорошей такой подошвой, для того, чтобы, скажем, тогда был побольше зацеп. Смотреть под ноги, то есть стараться головой как-то обходить, если человек как бы его видит. Не бегать, передвигаться не спеша, никуда не торопиться. Между тем, официальных катков в городе зальют 25 штук. Срок конкретный – до 20 декабря. Однако на некоторых площадках лед уже готов, чтобы на него вышли фигуристы и конькобежцы. Постепенно ледовое покрытие появится в ТОСах, во дворах многоквартирных домов, парках и на стадионах. Работы по заливе катков уже идут. Определены две подрядные организации, которые по графику эти работы выполняют. Ледовый катков занимает определенный период времени. Необходимо делать несколько слоев льда, чтобы он был хорошим. Если есть покрытие резиновое, чтобы оно не разрушалось. Соответственно, до 20 декабря по контракту все ледовые покрытия уже будут завершены. По некоторым адресам уже работы полностью закончены. Качели, горки, песочницы. Более 170 игровых элементов в 120 дворах Иваново снесли или должны снести. У детских площадок вышел срок годности. Что нужно сделать, чтобы оборудование заменили, расскажет Марина Зенина. Большинство городских детских площадок на балансе муниципалитета. В этом году по 56 адресам установили новое оборудование. Почти в 600 дворах качели и горки отремонтировали. А вот в 120 их пришлось снести безвозвратно. Элементы детских площадок в Иванове сносят не просто так. Согласно новому техрегламенту, оборудование, установленное до 2011 года, должно быть демонтировано. Некоторые качели действительно аварийные. А у некоторых просто закончился срок годности. Срок эксплуатации, как правило, составляет 7-10 лет. В списке на снос 172 игровых элемента. Договор с подрядчиком заключили еще в октябре. На Пролетарской 8 должны были демонтировать горку, качели и песочницу. Песочница пока на месте. Качелей детям теперь не хватает. Качели были хорошие, да, дети катались на двор. Дети бегали. Техника безопасности, это мало ли что. Ну, все равно это дети катаются. Мало ли что-то случится, конечно, надо менять со временем. Лет-то 10 уж точно стояли. Мы считаем, надо отремонтировать, надо привести в надлежащее состояние, а потом уже. Во дворе на Бубнова 49 также пропали качели. Рабочие сказали жильцам на ремонт. Но больше игровых элементов здесь не видели. Я каталась с правночкой. Качели были в хорошем состоянии. Это было бы в начале октября, с ней гуляли. А потом на неделе кран подъехал, большой кран. Он здесь вот стоял сбоку, вытянул стрелу, стрелой подняли и увезли. А новый кто нам установит? Администрация установит. На нашу горячую линию такие вопросы приходят регулярно. Если жители хотят заменить демонтированные элементы на новые, у них есть два варианта. Если двор находится на земельном участке, отмежеванном под МКД, под новый квартирный дом, то жители могут собрать общее собрание собственников и решить установить новые игровые элементы. Но для этого им придется собрать деньги собственников. Если двор находится на муниципальной земле, то тогда жители могут обратиться к депутатам. Народные избранники могут профинансировать покупку новых игровых элементов за счет средств, выделенных на исполнение наказов избирателей. Сейчас как раз формируется бюджет на следующий год. Марина Зейна, Денис Жельзов, телекомпания «Барс». Прямо сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем далее. Газификация Глазовой горы в Юрьевце перевернула быт местных жителей. Зимой отдыхаем, дрова не носим, не утруждаемся, все очень хорошо, тепло. Когда газ начнет поступать в остальные районы города на Волге, расскажем в выпуске. Школьников погружают в цифровую реальность, рассказывают и показывают, как работает искусственный интеллект и нейросети. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе, на парковке или детской площадке? Звони 93-93-93. Это программа «Губерния», и мы продолжаем. Житель Ивановской области планировал принять участие в боевых действиях против вооруженных сил России. Его задержали в аэропорту. Сотрудники ФСБ установили, что 46-летний житель Ивановской области собрался за рубеж, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. Мужчина поехал в один из аэропортов столицы, чтобы вылететь к месту назначения. Его задержали уже после прохождения пограничного пункта пропуска. Возбуждено уголовное дело. Октябрьский районный суд Иванова избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. За участие в незаконном вооруженном формировании задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Юрьевец подключили к газоснабжению. Сейчас голубое топливо поступает в 40 домовладений в микрорайоне Глазова гора. В следующем году газ появится в центральной части города на Волге. Во вторник губернаторы и представители «Газпрома» подвели итоги первого этапа по газификации Юрьевца. Все подробности далее. Ну что, поехали. Все, сейчас. Это историческое событие в жизни города на Волге. Его ждали почти два десятилетия. Газораспределительная станция Юрьевец. Голубое топливо идет сюда из Пучешского района. Там проходит газовая магистраль. Чтобы соединить ее с Юрьевцем, потребовалось построить отводную ветку длиной 47 километров. Огромное спасибо за работу. Спасибо, что все сделали. Сделали вовремя. Специально мы не называли сроков подвода газа к городу Юрьевец. Потому что несколько, без привлечения, десятилетия людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Вот сейчас мы только начали с вами. Подвели газ к первым домам на Глазовой горе. Домохозяйство семьи Марковых одним из первых подключили к газоснабжению. Проект супруги заказали и оформили еще в 2015 году. Затем постепенно закупали оборудование. Газовую колонку для горячей воды и газовый котел для отопления. Зимой отдыхаем. Дрова не носим, не утруждаемся. Все очень хорошо, тепло. Не то, что раньше. Печку одну топили, вторую по несколько раз ходили за дровами. А летом надо было заготовить, привезти, расколоть, убрать. А это две-три машины. Газ пока есть только на Глазовой горе. Он поступает в четыре десятка домов и детский садик. Но это лишь начало. Работа по газификации центральной части Юревца продолжится в следующем году. Голубое топливо со временем планируют подвезти еще в 15 населенных пунктов района. В Юревецком многофункциональном центре открыли отдельное окно для приема заявок на подключение. С этой сутки пока немного. Пока народ идет не очень активно. Скорее всего, больше ждут весны. В день. Два, может, три человека. Ну, пять. Не более того. Для заключения договора при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на жилой дом. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания БАРС. Благодаря газификации Юревца местный детский садик номер 8 обеспечен бесперебойным теплоснабжением. А еще в дошкольном учреждении проведен ремонт, что позволило более эффективно использовать тепловую энергию. Детский сад «Солнышко» был построен 45 лет назад. За это время капитальный ремонт там ни разу не проводился. Дошкольное учреждение отапливалось от угольной котельной. В результате нередко возникали перебои с поставками тепла. Родители воспитанников и сотрудники рассказывают, что перед началом холодного сезона они совместно заклеивали щели в окнах. В этом году «Солнышко» подключили к новой газовой блочно-модульной котельной. В самом здании заменили пять оконных блоков. На это было потрачено почти 350 тысяч рублей. Деньги выделили по региональной программе развития образования Ивановской области. Очень хорошо, что такие программы существуют. И мы будем в них участвовать. Нам необходимо еще поменять проблемные окна. Хотелось еще поменять проводку внутри помещения. А также на прогулочных площадках дополнить верандой и игровым оборудованием. В Беревецком районе в ДТП погиб человек. Авария произошла недалеко от села Ёлнадь. На дороге столкнулись «Шевроле» и «Фольсваген». Водитель немецкой на марке по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения он погиб на месте. Кузов машины от удара очень сильно деформировался. Чтобы достать тело, спасателям пришлось скрывать корпус гидравлическим инструментом. В аварии пострадали водитель «Шевроле» и его 14-летний пассажир. Спасатели оказали им первую помощь. Ситуацию усложняла погода. До приезда медиков пострадавших согревали, чтобы не допустить переохлаждения на морозе. Как установят позднее, мужчина, ехавший за рулем «Фольсвагена» и погибший в аварии, не имел водительского удостоверения. Что такое искусственный интеллект и как работает машинное обучение и нейросети? Как безопасно выходить в интернет? Об этом и многом другом из IT-сферы рассказывают и учат школьников. Одно из занятий посвятили видеотехнология. На нем побывала моя коллега Яна Ведерникова и пообщалась с будущими айтишниками. Этот урок цифры посвятили изучению видеотехнологий. Ребятам рассказали, как видео появляются на экранах наших смартфонов и планшетов, как и кто создает контент, как работают видеозвонки, умные рекомендации в клипах и создаются эффекты. Мир цифровых технологий ученики изучали на примере компании ВК. Сначала прослушали лекцию, потом сели выполнять задания. Миграну удалось самым первым справиться с заданием, но все-таки ему оно показалось непростым, хоть он и изучает IT-технологии, в частности, кибергигиену. Мне показалось, что задание сложное, задание, где нужно было кабели сделать. Это просто было очень долго и заняло время понять, как это нужно было сделать. Я больше хотелось бы как профессию превратить в свою форму. Тренажеры помогли ребятам закрепить полученные знания, что такое пиксель, и разрешением качества связи и конференции. Все тренажеры выполнены в игровой форме с персонажами, которые ведут ребенка к результату через игровую механику. Это большое преимущество для видеоматериалов, особенно учебного характера, так как на позитивных эмоциях дети запоминают материал намного лучше. Они отвечали на наши вопросы достаточно активно, и мне очень понравилось, что они уже с такого возраста, с 5-6 класса, знакомы с технологиями видеоконтента, с видеоконтентом. Еще одно из заданий ребятам надо было ответить, как меняется разрешение видео в зависимости от скорости интернета, и как алгоритмы хостингов автоматизировано подстраивают качество для разных устройств. Всероссийский проект «Урок цифры» проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Эти занятия для детей проходят с 2018 года. Основная задача и цель проекта – это, во-первых, воспитание у наших ребят цифровых компетенций и ранняя профориентация, чтобы каждый ребенок мог на себя примерить профессию в сфере информационных технологий, компьютерных технологий и программирования. Учебный материал разработан таким образом, что они разделены и ориентированы на каждую возрастную группу. Этот урок – шестой по счету. На прошлых ребята узнали о кибербезопасности и о том, какие профессии сейчас актуальны. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В Иванове неизвестный мужчина похитил рекламные штендеры из салона красоты, открытые совершенно не стесняясь. Информационные конструкции были установлены при входе в организацию и прикреплены металлическим тросом. Нападению подвергся косметологический центр на Лежневской улице. Похитителя даже не смутило то, что над крыльцом располагалась камера видеонаблюдения. Он натянул на голову капюшон, вооружился болгаркой и пришел за добычей. Инструментом распилил трос, собрал штендеры и скрылся, оставив работников салона в недоумении, зачем ему потребовались рекламные конструкции. А теперь о погоде. Что же прогнозируют синоптики на ближайшие сутки? Что вы пожелали у Деда Мороза? Счастья. Благополучной жизни. И без варикоза. Без варикоза? Это не ко мне. А в клинику варикоза нет. Лазерное лечение варикоза без разрезов и наркоза. Дарим скидку до 23%. 300-300. В четверг в нашем регионе ожидается облачная погода, временами снег. Температура воздуха днем минус 7-9 градусов. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Последний день рабочей недели из-за сильного ветра будет довольно прохладно. Возможно, небольшие осадки. В Рио мега-акция. Чеки из текстильного центра участвуют в розыгрыше автомобиля. И, внимание, одного миллиона рублей. И кофе, бургер, лимонад в придачу. Осенний сезон стартовал. Сразу после новостей, объявлений в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете отправлять на наши редакционные мессенджеры. Это Viber, Telegram, номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего вечера.